Владимир Викторович Моисеев. Образование в России. История и современность. Издательство Директ Медиа. Монография посвящена истории образования в России со времен императора Петра I до правления президента Владимира Путина. На богатом фактическом материале автор показывает, как складывалась система образования в стране, какие преобразования претерпела в своем развитии. Значительное место в книге отводится проблемам образования в современной России. На основе проведенного анализа автор показывает, что вследствие непродуманных реформ Россия значительно отстала в образовательном процессе от ведущих стран мира. Этому способствовали многие факторы – изменение законодательства, оптимизация, резкое сокращение учебных заведений, текучесть учительских и преподавательских кадров, вызванных низкой оплатой труда и снижением престижа профессии и другие. Монография предназначена для широкой аудитории. Введение. О значении и огромной роли образования в жизни любой нации лучше других аргументов свидетельствует обращение профессоров к студентам одного из известных университетов. Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования – это крах нации. Трудно не согласиться с мудростью этих слов. Действительно, из плохого студента вырастает плохой специалист. Юрист, архитектор, инженер, школьный учитель, преподаватель вуза и так далее – многие современные теоретики образования сходятся во мнении о том, что главной фигурой в обучении является учитель, и от него зависит, какой станет страна в ближайшем будущем. Исходя из постулата, нет плохих учеников, есть плохие учителя, можно предположить, что образование целиком и полностью зависит от тех. Кто учит, кто прививает любовь к знаниям, к своей будущей профессии, формирует необходимые умения, навыки и компетенции. Это в их руках судьба народов и государств. Во многом этот тезис правильный, но не совсем. Над учителями и профессорами в любой стране стоят начальники с разным качеством образования и опытом, некоторые из них ни дня не проработали в школе или вузе. Но с высоты своего должностного положения указывают профессиональным педагогам, как им следует учить и воспитывать подрастающее поколение. У русского народа была поговорка о том, что в России две беды – дураки и дороги. В сегодняшних реалиях крылатую фразу, авторство которой приписывают Гоголю, что не совсем верно, можно с полным основанием дополнить третьей бедой. И тогда она будет звучать так. В России три беды – дураки, дороги и дураки, указывающие дороги. По глубокому убеждению автора, третья беда для России самая опасная. Представьте, что народ, подавшись на уловки политехнологов, избирает себе руководителей, образования и воспитания которых вызывает сомнения, да еще тяготеющих к коррупции. Будет ли процветать страна под их руководством? А если будет избран президент с плохим образованием и неадекватным мировоззрением, то электорат получит в результате неисполнение его предвыборных обещаний о повышении уровня и качества жизни. Снижение бедности в стране, а постепенное замедление социально-экономического развития страны. Согласно статье 80-й Конституции Российской Федерации, президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Другими словами, избранный народом руководитель определяет, указывает дороги, по которым следует идти нации в своем развитии, как строить систему образования в стране, чтобы она была фундаментом научно-технического прогресса. Как наращивать экономику, основанную на знаниях, по примеру Японии, Китая, других развитых странах, чтобы наша страна стала мощной экономической державой, с мнением которой считались другие государства мира. Лицом всякого общества, определяющим конкурентоспособность и его вклад в мировую цивилизацию, является социальный слой, представляющий совокупность лиц, обладающих сравнительно более высоким уровнем образования, чем рядовые члены общества и осуществляющих функции руководства научно-технологического развития. Качественные характеристики такого слоя, элиты, во многом обусловливают судьбу страны. Ложные ориентиры и представления в этом отношении чреваты самыми тяжелыми последствиями для страны, ибо для исправления положения обычно требуются как минимум десятилетия. Здесь следует заметить, что судьбу страны определяет не только образование элиты, но и ее мировоззрение, особенно мировоззрение национального лидера, императора, короля, эмира, президента, ибо роль личности в истории велика. Владимир Ульянов, Ленин, стал личностью, вождем революции не только потому, что получил высшее образование в царской России, но главное потому, что обрел марксистское мировоззрение. Именно мировоззрение определяет жизненные идеалы и устремление человека, получившего то или иное образование. Примеров тому в истории России много. Петр I, Екатерина II, Николай II, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин – все они в разные периоды руководили нашей страной, но внесли неодинаковый вклад в ее развитие. Одни делали ее великодержавой, другие разваливали экономику и социальную сферу, сделали многомиллионную часть россиян бедными и даже нищими. И еще одна тонкость в этой связи. Политика следует различать не по его красивым словам и речам, написанным спичрайтерами, а по конкретным делам на пользу людям и по решениям, принятым не в интересах узкого круга олигархов, а в интересах всей нации. Примером принятия решений в интересах всей нации может служить деятельность выпускника Британской королевской военной академии наследного принца Хамада бин Халифа Аль-Тани. В 1995 году 43-летний высокообразованный принц сверг своего отца, который купался в роскоши и мало думал о процветании своих поданных, проживавших в нищете. Сменив на троне своего отца, новый руководитель в короткий исторический срок превратил Катар в одно из богатейших государств не только Ближнего Востока, но и всего мира. Маленькая страна в Персидском заливе, ее площадь менее Кабардино-Балкарии, жила добычей жемчуга и была отсталой провинцией под британским протекторатом. Эмир Хамад бин Халиф Аль-Тани стал принимать государственные решения, которые коренным образом изменили облик его страны. По объему ВВП на душу населения Катар занимает сегодня одно из ведущих мест в мире – более 120 тысяч долларов или в 10 раз больше, чем в РФ. В 2023 году Катар представляет собой динамично развивающееся государство с высоким уровнем и качеством жизни граждан. Все обладатели катарского паспорта – обеспеченные люди, которые пользуются социальными привилегиями, немыслимыми в других странах. Своих граждан Катар бесплатно обеспечивает высшим образованием, отличной медициной и платит им такое пособие, что те могут осуществить практически любые свои желания. В стране нет налогов, бесплатная учеба за границей, огромные зарплаты и пенсии. Просто по праву рождения. Катар – страна, родившись в которой вам никогда не придется работать, но если вы все-таки захотите трудиться, то у вас будет огромная зарплата. По решению мира в Катаре не только выплачивают по 10 тысяч долларов США при рождении первого ребенка, но и выдают сразу по 270 тысяч долларов на создание быта молодой семьи. Образование, здравоохранение, свет и вода в этой стране бесплатны, как при социализме. Такая социальная помощь молодым людям, вступающим в жизнь, есть и в других государствах, экспортерах углеводородного сырья. Но что примечательно, количество долларовых миллиардеров в Катаре значительно уступает России. Роль образования в современном обществе крайне высока. Ведь мир постоянно сталкивается с глобальными проблемами, среди которых аномальное потепление, экологические загрязнения, постоянный рост населения, нехватка продовольственных ресурсов, обеспечения высоких социальных условий жизни и другие. Многие ученые и эксперты сходятся во мнении, что справиться с этими проблемами можно с помощью высококачественного образования и науки. Образование, особенно высшее, помогает человеку построить успешную карьеру, достичь профессиональных высот, внести весомый вклад в решение важных задач, стоящих перед обществом. Образованный человек, как показывает практика, уверен в себе и своих силах, умеет ставить цели, достигать их и решать многие жизненные задачи и проблемы. Не зря говорят, что умный, образованный человек найдет выход из сложной ситуации. Образование вызывает естественный и длительный сдвиг в мышлении человека и его способности достигать желаемого результата. Это позволяет нам анализировать наши собственные соображения и мысли и подготавливает их для выражения во многих формах. Это главный фактор, который позволяет нам различать хорошее и плохое, понимать, куда и зачем призывает нацию глава государства, губернатор и другие чиновники. Обучение, кроме того, формирует такие личные качества человека, как широту взглядов, любознательность, самодисциплинированность. Воспитанность, уравновешенность, общительность и целеустремленность, и самое важное, дает знания, которые формируют его мировоззрение. Образование играло важнейшую стратегическую роль в создании ракетно-ядерного оружия, строительстве атомных электростанций, создании космических кораблей в 20 веке. Интересный факт. После запуска Советским Союзом первого в мире спутника Земли в 1957 году, а затем и полеты Юрия Гагарина в космос, американский адмирал Рикавер заявил, что СССР угрожает США не оружием, но системой образования. Тогда проблему попробовали решить путем совершенствования системы образования в США, даже перевели ряд советских школьных учебников, в частности по математике, физике, химии. Билл Гейтс уже в наши дни открыто заявил, что американская школа рухнула именно потому, что ушла от классической фундаментальной системы образования. На современном этапе развития глобализации определился переход к новой экономике, основанной на знаниях. Интеллектуальный капитал, в основе которого лежит полученное образование, стал играть решающую роль в социально-экономическом развитии нации, государства. В новых условиях, как показал опыт развитых в экономическом отношении стран, требуется образование нового типа. Оно включает три элемента – формирование творческой личности, обучение и воспитание. Только в этом случае в государственном аппарате и экономике все большую роль будут играть сотрудники нового типа, интеллектуальные сотрудники. Это те сотрудники умственного труда, которые могут и хотят создавать новые, новаторы. Они не просто исполнители, а творцы. Переход к обществу знаний требует наличия творческих сотрудников, создающих новое и иное, а не просто улучшающих качество существующих продуктов. Только при этом условии современная капиталистическая Россия может создать свою инновационную экономику. Формирование таких сотрудников предполагает иную систему образования, чем она является до сих пор. Новый технологический уклад предполагает переход к биотехнологии, нанотехнологии, искусственному интеллекту, а также увеличение инвестиций в человека, в человеческий капитал. Чтобы лучше понять сущность российского образования, нужно знать, как оно возникло, какие этапы прошло и чем стало теперь. Сфера высшего образования в последние десятилетия стала одним из основных направлений развития ведущих стран мира. Кроме того, интеллектуальное развитие социума – это основа модернизации и инновационной деятельности в условиях современной мировой экономики. От того, насколько приблизится уровень высшего образования к современным мировым требованиям и тенденциям, зависит социально-экономическое развитие государства и благосостояние общества. Таким образом, задача совершенствования системы образования является одной из наиболее актуальных и приоритетных в современном обществе. Постоянно меняющиеся экономические условия, быстро развивающиеся процессы глобализации способствовали обоснованию необходимости проведения реформ в системе образования России. В последние десятилетия система высшего образования Российской Федерации находится в стадии непрерывного реформирования. Характеризуя изменения, происходившие в российском образовании в постсоветский период, кто-то предпочитает называть их реформой или чуть мягче – модернизацией, кто-то ограничивается нейтральными терминами «эволюция» или просто «развитие». Так или иначе, все эти годы система образования преобразуется вместе со страной в русле государственной идеологии и экономических трендов. Российская Федерация в 2003 году стала участником Болонского процесса, и этот шаг стал основным на пути к созданию новой системы высшего образования, отвечающей всем нормам и стандартам, принятым в европейских странах. Так, у университетов страны появилась возможность для разработки собственных образовательных программ с учетом требований и стандартов, ориентированных на мировой рынок труда. Многоуровневость образовательного процесса, его переориентация на формирование необходимых компетенций, обеспечение академической мобильности студентов и другие. В связи с вступлением в новые отношения на международном уровне, система высшего образования в России подверглась ряду кардинальных реформ – двухуровневая система образования, внедрение системы зачетных баллов и т.п. Однако, несмотря на кажущуюся позитивность реформирования образовательной системы, произошедшие изменения привели к тому, что к 2018 году фундаментальная наука России получила негативную характеристику от группы академиков РАН – обезглавленные, умирающие, неспособные встретить вызовы современного мира. В монографии автор стремился выявить основные проблемы современного высшего образования в России, требующие применения кардинальных мер. Высшее образование РФ, опираясь на территориальные, геополитические, интеллектуально-демографические. Научные и технико-технологические ресурсы страны обладают мощным потенциалом повышения качества и весомыми перспективами для дальнейшего развития. Однако, несмотря на это важное достоинство, в образовательной сфере государства существуют ряд серьезных проблем, решения которых требуют нового взгляда на модернизацию российского образования, в том числе в области финансовой поддержки деятельности университетов. Финансирование по остаточному принципу стало причиной низкого рейтинга российского образования в мире и неподготовленности выпускников российских вузов к практической деятельности. В рейтинге стран мира по уровню расходов на образование РФ занимает 98 место в мире. В этой монографии автор, потомственный педагог, посвятивший отечественному образованию более четверти века, имеющий почетное звание заслуженный работник высшей школы Российской Федерации и знающий по своему опыту о проблемах в этой сфере. Стремился не только показать историю российского образования, но и объективно оценить результаты реформ и его нынешнее состояние, предложить научно обоснованные рекомендации по его совершенствованию в сложных геополитических условиях. О том, что из этого получилось, судить слушателю. Глава 1. Из истории образования в Российской империи. Параграф. 1. Организация и структура образования в Российской империи. Вопрос об образовательном потенциале, а также научном и техническом потенциале, Царской России до сих пор является предметом идеологической дискуссии. В советский период идеологами было прочно внедрено в общественном сознании представление об отсталости образования в Российской империи. В постсоветской России появилось немало очень качественных исторических исследований, характеризующих реальное состояние дел в образовательной системе страны того времени. В большинстве случаев эти исследования говорят о том, что идеологические конструкции советского времени, мягко говоря, далеки от истины. Россия, как известно, была объявлена империей в 1721 году после победы в Северной войне над Швецией. По Нештатскому мирному договору 1721 года в состав Российской империи вошли Лифляндия, Истляндия, Игрия и часть Карелии с Выборгом, а также северная часть Латвии с городом Рига. Реформы Петра Великого, осуществленные в начале XVIII века, принесли изменения и в организацию обучения в России. Они выражались как в новых подходах к организации образования, так и появлении новых учебных заведений в стране. В 1701 году в Москве была основана школа математических и навигационных наук. В том же 1701 году была открыта артиллерийская школа, в 1708 году медицинское училище, в 1712 году инженерная школа. В 1715 году старшие классы школы математических и навигационных наук были переведены в Петербург и преобразованы в морскую академию, ныне высшая военно-морская академия. К концу первой четверти XVIII века по указу Петра I в 1714 году были открыты 42 цифирные школы в разных губерниях с двумя тысячами учащимися. В цифирную школу в это время шли дети священников, приказных, служилых посадских, немного из бедных дворян и бояр. В 1726 году каждый губернский город имел по одной школе цифирного типа – духовную и светскую. Богословия стали преподавать только в епархиальных школах, где обучались дети духовенства. К 1727 году в России насчитывалось 46 епархиальных школ с 3056 учащимися. Следует отметить, что Петр I стремился перенять все лучшее в Западной Европе, и это его желание положительно сказалось на духовном мире людей. Прежде всего молодых дворян, которых по указу Петра направляли за границу, где они получали образование, знакомились с укладом жизни высших сословий европейских стран. В образованном обществе усилилась тяга к искусству, живописи, пению, игре на различных музыкальных инструментах, книгам. Однако происшедшие изменения затронули ограниченный круг людей, к которому принадлежало в основном дворянство и богатая часть купечества. Подавляющая масса населения продолжала жить по старинке. Большинство простых людей были неграмотны, не умели ни читать, ни писать. Петровские преобразования в этом отношении усилили раскол российского общества. При Анне Иоанновне 1730-1740 годы образование в стране продолжало совершенствоваться. Так, при металлургических заводах на Урале и в Оланецком крае правительство организовало первые горные школы, готовившие специалистов горного дела, а детей и солдат стали принимать для учебы в гарнизонных школах. Закладывались основы для развития системы замкнутых сословных школ, сложившейся к середине XVIII века. При Анне Иоанновне были учреждены морской, артиллерийский и пажеский корпуса. В 1732 году учрежден корпус кадетов или сухопутный шлихетский, дворянский корпус. После окончания этого учебного заведения дворянские дети получали офицерские чины. С 1730-х годов широкое применение получила практика записывать в полк малолетних детей, так что к совершеннолетию они получали по выслуге лет офицерский чин. При Елизавете 1741-1762 годы военно-учебные заведения были реорганизованы. В 1744 году вышел указ о расширении сети начальных школ. Открыты первые гимназии. В Москве 1755 год и в Казани 1758 год. В 1755 году по инициативе фаворита императрицы Шувалова Елизавета издала указ об основании Московского университета. В 1757 году по велению императрицы Елизаветы в Москве была основана Академия художеств. Во второй половине XVIII века прослеживаются две тенденции в образовании – расширение сети учебных заведений и усиление принципа сословности. Впервые системно к вопросам образования Российская империя обратилась при Екатерине II, которая исходила не столько из потребностей национальной промышленности и ее проектов, сколько исходя из своих убеждений, что ее народ должен быть обучен грамоте. Она полагала, что процветание империи невозможно не только без качественного образования, но и без количества образованных людей среди ее поданных. Предметы образовательных учреждений Екатерининской эпохи подразделялись на четыре разряда. Первый – логика, естественные науки, красноречие, география или история. Второй – право, нравоучение, государственная экономия. Третий – воинское искусство, фехтование. Четвертый – искусство, танцы, архитектура. При Екатерине стали появляться коммерческие училища, куда брали детей купцов и разночинцев, которые уже знали грамоту. Особенностью образовательного процесса того времени была изоляция учеников. Только редкие свидания с родителями или родственниками. В 1782-1786 годах по инициативе Екатерины была осуществлена школьная реформа. В 1782 году создается комиссия по учреждению народных училищ. Основной ее труд – это устав народным училищем Российской империи. В период правления Екатерины II в 1782-1786 годах была осуществлена школьная реформа. Так, в 1786 году был утвержден устав народных училищ. В каждом городе создавались главные училища с четырьмя классами, а в уездных городах – малые народные училища с двумя классами. С целью упорядочения учебного процесса в Царской России в этот исторический период было введено предметное преподавание, единые сроки начала и окончания занятий, классная урочная система. Одновременно разрабатывались методики преподавания единой учебной планы. К концу правления Екатерины II в нашей стране насчитывалось уже 550 учебных заведений с 60-70 тысячами учеников. К средним учебным заведениям в это время относились народные училища, шлихетские корпуса, благородные пансионы и гимназии. Система закрытых, элитных учебных заведений была разработана Екатериной II совместно с президентом Академии художеств и шефом сухопутного шлихетского корпуса Бецким. По данным 1797 года, процент грамотного населения был очень низким – 9,2% в городе и всего 2,7% в селе. И этот показатель становится еще более удручающим, если учитывать, что только 4% жителей страны было городским. При этом следует помнить, что в начале XIX века грамотными считались те, кто мог начертать свою подпись вместо обозначения крестиком. Это очень низкий критерий грамотности. Ясно, что идея просвещения в этот период должна была стоять очень остро. При Александре I, 1801-1825 годы, к подготовке ряда реформ по важнейшим сторонам жизни, в том числе и вопросам просвещения, были привлечены молодые друзья императора. Граф Строганов, князь Черторижский, граф Кочубей и другие. В 1801 году они составили негласный комитет, который предлагал царю свои рекомендации. По их совету, в 1802 году императорам издается высочайший указ о создании Министерства народного просвещения. Его задачей была полная реорганизация всего учебного процесса. В 1803 году этим министерством было издано положение об устройстве учебных заведений. В документе содержались новые принципы в системе образования. Бессословность учебных заведений. Бесплатность обучения на низших его ступенях. Преемственность учебных программ. Согласно новому циркуляру, разосланному на места в 1803 году, все учебные заведения были разделены на четыре разряда. Первый – одноклассные приходские училища, заменившие малые народные училища. Второй – трехклассные уездные училища, которые должны были быть в каждом уездном городе. Третий – четырехлетние губернские училища или гимназии, бывшие главные народные училища в губернских городах и четвертый – университеты. Всей системой образования ведало главное управление училищ, созданное в 1803 году. В этот исторический период в Царской России учреждается шесть университетов. В 1802 году – Дербский, в 1803 году – Виленский, в 1804 году – Харьковский и Казанский. А открытый в 1804 году петербургский педагогический институт был преобразован в 1819 году в Санкт-Петербургский университет. В 1832 году Виленский университет был закрыт, а в 1834 году был основан Киевский. Территория России была разделена на шесть учебных округов, которые возглавляли попечители. Над попечителями стояли ученые советы при университетах. В 1804 году был издан университетский устав, предоставлявший университетам значительную автономию. Выборность ректора и профессуры, собственный суд, невмешательство высшей администрации в дела университетов, право университетов назначать учителей в гимназии и училища своего округа. Ректор и профессора университета курировали гимназии, которые входили в округ, контролировали работу директора и преподавателей. Соответственно, директор гимназии курировал работу уездных училищ своего округа, а смотритель уездных училищ – деятельность приходских училищ. Эта система действовала не только в области контроля, но и содержала преемственность учебных программ всех ступеней. Приходские училища со сроком обучения в один год ввели обучение детей низших слоев. В программу обучения входили религиозное воспитание, привитие навыков чтения, письма и счета, а также подготовка к поступлению в уездное училище. Уездное училище, созданное в уездных и губернских городах, имели удвоенный срок обучения – два года. Предназначались эти учебные заведения для детей мелких торговцев, ремесленников, зажиточных крестьян. Учебный план предусматривал подготовку к поступлению в гимназию. В гимназиях срок обучения составлял четыре года. Цель обучения – подготовка дворянских детей к госслужбе или к поступлению в университет, обучение в котором продолжалось три года. Согласно уставу, разработка учебных планов, выбор ректора, деканов и профессоров производились ученым советом. В период правления Александра I в стране появились первые лицеи. В 1811 году – Церскосельский, в 1817 году – Решильевский в Одессе, в 1820 году – Нежинский. Церскосельский лицей был открыт по императорскому указу и приравнивался к университету. Лицеисты должны были изучать историю права, правоведение, логику. В науках исторических наибольшее внимание уделялось отечественной истории. В раздел словесности входили художественная литература, стилистика, лингвистика, эстетика. Изящные науки включали чистописание, рисование, танцевание, гимнастические упражнения, верховую езду, фехтование и плавание. Преподавали в лице профессора педагогического Петербургского института Куницын, Кайданов, Карцев, Кашанский, профессор французской словесности де Будри из Екатерининского института благородных девиц и профессор немецкой словесности Гауеншильд. Переводные испытания в лицее были публичными. Когда экзамен держал Пушкин, в числе гостей находился первый поэт 18 века Гаврил Державин. Ода воспоминания в царском селе прозвучала с необыкновенным оживлением. Державин был растроган и захотел обнять полковалициста. Кроме государственных учебных заведений, в России было развито частное образование, частные пансионы. Пансионы делились на три разряда в зависимости от учебной программы. Программа пансионов первого разряда соответствовала программе гимназий, второго уездным училищам, третьего – приходским. В пансионах первого разряда обучались преимущественно дети состоятельных дворян. В них большое внимание обращали на обучение французскому и немецкому языкам, танцам, хорошим манерам, музыке, фехтованию. Пансионы второго разряда пользовались популярностью среди купечества, состоятельного мещанства. Учебная программа пансионов второго разряда включала в основном общеобразовательные предметы – математику, историю, географию, химию, физику и какой-либо иностранный язык. В пансионах третьего разряда учились дети бедных дворян, мелких торговцев и даже зажиточных казенных крестьян. Первое учебное заведение для девушек было открыто во время царствования Екатерины II. В 1764 году императрица учредила воспитательное общество благородных девиц. В историю оно вошло как смольный институт. Институт просуществовал до 1917 года. Предметами обучения в первом возрасте – 6-9 лет – были закон божий, русский и иностранные языки, чтение и письмо, арифметика, рисование, рукоделие и танцы. Ко второму возрасту – 9-12 лет – прибавлялись история и география. В третьем возрасте – 12-15 лет – вводились словесные науки, состоявшие в чтении исторических и нравоучительных книг. Затем следовали опытная физика, архитектура, скульптура, геральдика. Домашнему хозяйству обучали уже на практике. Курс последнего возраста – 15-18 лет – состоял в повторении всего пройденного, причем особое внимание обращалось на закон божий. Программы лучших женских пансионов приближались к учебной программе институтов благородных девиц. В программе – закон божий, русский, немецкий и французский языки, арифметика, история, география, рисование, музыка, танцы, рукоделие. В немногих столичных пансионах добавлялись еще и мифологии, эстетика, естественная история. Плата за обучение в женском пансионе была выше, чем в мужском. Особенность частных пансионов. Изоляция воспитанников от жизни вообще. Преподавание велось так, что предметы не были связаны с жизнью, разрешалось читать только учебники и священное писание. Жития святых, большинство частных пансионов содержали иностранцы, поэтому обучение было в ущерб русской культуре. Часто выпускники этих пансионов даже плохо говорили по-русски. Домашнее образование и воспитание получало значительная часть дворянских детей. Его качество во многом зависело от культурного уровня самих родителей, хотя именно от них оно зависело мало, так как после няни. В возрасте семи, восьми лет, детей передавали на воспитание гувернеров, мальчиков, и гувернанток, девочек, в основном немецкого или французского происхождения. Часто гувернеры не имели никакого образования, а на родине были парикмахерами или лакеями. Об этом мы находим много примеров в художественной литературе XIX века. Кроме гувернера, нанимали русского учителя, по большей части преподавателя гимназии, который должен был проходить с ними гимназический курс. По словам современников, обязательным считалось для благовоспитанной девицы знание французского, английского и немецкого языков, умение играть на фортепиано. Кое-какие рукоделия, прохождение краткого курса закона Божьего, истории, географии и арифметики, а также кое-что по части истории литературы, главным образом французской. В богатых столичных домах мальчиков и девочек учили танцем специально приглашаемые учителя. В более бедных семьях обходились без учителей танцев или им обучали сами родители. О домашнем образовании дворянских детей резко отзывались многие выдающиеся люди. Пушкин. В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное. Ребенок окружен одними холопами, видит гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается знанием двух-трех языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-либо нанятым учителем. Стоит вспомнить уровень воспитанности помещиков в поэме Гоголя «Мертвые души», чтобы понять, каким было домашнее обучение и воспитание. Таким образом, в Российской империи в этот период начала складываться цельная система образования, от начального до высшего, которая в целом отвечала установкам императора и правящего класса. После Отечественной войны 1812 года и восстания декабристов Александр I усиливает реакционный курс, что сказывается и на образовании. В 1817 году Министерство народного просвещения преобразовывается в Министерство духовных дел и народного просвещения, во главе которого становится бывший оберпрокурор синода князь Голицын. Его деятельность началась с ревизии учебного процесса, пересмотра учебных планов. В приходских училищах было запрещено преподавание естествознания, из курса гимназии исключались философия, политэкономия, теория коммерции и технологии. Некоторые университеты признавались очагами революционной заразы. Ее начали искоренять вначале в Казанском, а затем и в других университетах. В первые годы правления императора Николая I весной 1826 года Министерство просвещения получило указание к пересмотру всей системы народного образования. Этим занялся Комитет устройства учебных заведений, деятельность которого определил министр просвещения Шишков. Все вредное в преподавании и воспитании остановить, искоренить и обратить к началам, основанным на чистоте веры, верности и долге государю и Отечеству. Основное внимание было перенесено на закрытые учебные заведения для дворянских детей, которые включали главным образом военные училища. Пажеский корпус, дворянский полк, школа колонновожатых, штабных офицеров и другие военизированные учебные заведения, которые давали воспитанникам общеобразовательную и военную подготовку. Военная служба считалась престижной для дворян. В 1835 году издается новый университетский устав. Он ограничивал автономию университетов, запрещал университетский суд, водил полицейский надзор за студентами. Во второй половине XIX века появилась необходимость подготовки специалистов с техническим образованием. В 60-е годы XIX века открывается ряд высших технических учебных заведений. Петербургский технологический институт 1862 год, Горный институт, 1866 год, Московское высшее техническое училище, 1868 год и другие. Наряду с этим были открыты и новые высшие технические учебные заведения. Их количество возросло с 7 до 60. Университеты становились крупнейшими научными и учебными центрами страны. Они готовили врачей, ученых, преподавателей для средней и высшей школы. Университеты являлись средоточием научной мысли, получили широкую известность благодаря выдающимся ученым профессорам. В Московском университете ими были историки Грановский и Соловьев. В Петербургском – математики Чебышев, Буняковский – физик Ленц, зоолог Куторга. В Казанском – математик Лобачевский, химик Зинин. Кроме научной и учебной работы, университетские ученые консультировали народно-хозяйственные вопросы, являясь членами различных комитетов и комиссий, вели просветительскую работу, читали публичные лекции и тому подобное. Срок обучения в университетах был увеличен до пяти лет. Основную массу студенчества второй половины XIX века составляли разночинцы, имущественное положение которых было недостаточным. Плата за обучение неуклонно возрастала. Если в 60-х – 70-х годах студенты столичных университетов вносили в год 50 рублей, а провинциальных – 20 рублей, то по уставу 1884 года плата была повышена до 60 рублей. А после 1887 года, то есть после покушения на Александра 3-1 марта – тысяча. 1887 года студенты Петербургского университета Александра Ульянова. Плата возросла до 100 рублей в год. Государственными стипендиями же пользовались не более 15% студентов каждого факультета. Жилищные условия для большинства студентов были тяжелыми, они селились в бедных кварталах, в комнатах подешевле. Несмотря на определенные трудности, университетское образование развивалось. К концу XIX века Россия занимала одно из первых мест в мире по теоретическим разработкам многих отраслей науки – химии, физики, естествознания, математики. В эти достижения значительнейший вклад был сделан университетскими учеными Менделеевым, Столетовым, Сеченовым, Марковым и другие. В апреле 1876 года было принято положение, по которому Министерству просвещения предоставлялось право учреждать в университетских городах высшие женские курсы и 20 сентября 1878 года. Состоялось открытие высших женских курсов, получивших вскоре неофициальное название «Бестужевских». Кроме них в России XIX века были открыты высшие женские курсы в Киеве и Казани, лубянские и курсы Гирьё в Москве, но они не могли удовлетворить растущие потребности. К сожалению, вопрос о высшем образовании для женщин еще долго в России оставался нерешенным. Крестьянские школы по большей своей части устраивались на дому, а не в специальных школьных зданиях. Учителями были сами же крестьяне, отставные солдаты, писари. Максимум, что давала такая начальная школа, это умение читать и писать. Низкий уровень начального образования в крестьянстве объясняется также тем, что не было особой потребности в их просвещенности. Поистине эволюционным шагом в развитии системы образования в Царской России стало появление земской школы. История земской школы начинается с положения о начальных народных училищах от 1864 года, согласно которому к их работе привлекаются земства, органы массного самоуправления того времени. Земское школьное движение можно разделить на два направления. Просветительское, основным идеологом которого был Лев Толстой, и ремесленническое, ориентированное на местные традиции. Земским школам полагалось учить детей необходимому минимуму знаний и навыков, чтобы они могли трудиться, уважать старших, царя, отечества и Бога. Поэтому ученики в основном изучали закон Божий, счет, чтение, историю, географию, естественные науки, о законах природы. При земских школах, в богатых земствах устраивали также мастерские сельскохозяйственные профессии, ветеринарные, именно которые были развиты на земской территории. Со временем в состоятельных земствах стали появляться профессиональные земские школы с пяти и шестилетним сроком обучения. Будучи удаленными от центра, земства стремились уменьшить часы на изучение закона Божьего, заменяя их часами преподаванием реальных знаний. В земские школы учителями ехали в основном энтузиасты, которые в своей работе видели прежде всего долг перед народом. Именно в среде земских школ стали появляться передовые методы обучения, новые подходы, позволявшие соединить обе линии, сохраняя широкий кругозор учеников, при этом не удаляясь от реальной жизни. Количество школ, открытых к 1917 году было около 140 тысяч. Это больше на 5 тысяч, чем в 2020 году, однако нужно иметь в виду, что тысячи школ были скорее условными. Либо там учились не больше четырех, пяти детей, либо они работали не весь год. Многие земские школы были одноклассными, один класс, один учитель. Среди попечителей земских школ были самые важные люди общины, помещики, купцы, промышленники, зажиточные крестьяне. Земские школы были открыты для крестьянских детей, и на этом обучение их заканчивалось, потому что следующий этап – обучение в гимназиях. В лицеях, кадетских корпусах, было доступно только элите, это стоило больших денег, для крестьянских детей квота была небольшая. Тем не менее, земские школы позволили государству решить важную задачу – подготовить большую массу кадров, которые стали в эпоху частичной индустриализации, когда появилась необходимость строить промышленные объекты. Единая программа развития земских и казенных школ появилась только в 1907 году, инициатором которой выступила Третья Госдума, когда государство стало выделять средства для земств при условии, что они создают сеть земских школ. Окончательная система финансирования выглядела так – казна брала на себя зарплату, а земство строило школы на кредиты государства, эксплуатировало школы, подбор и подготовка учителей, учебники. Казенные школы передавались земством, финансирование приходских школ было остановлено. Годовой оклад учителя начальной школы составлял 150 рублей в 1870 году, в 1890 году – 250 рублей и в 1910 году – 350 рублей. В 2008 году царский рубль мог стоить 1000 российских рублей, плюс 60 рублей надбавки за каждые пять лет выслуги. Это где-то на уровне зарплаты квалифицированного рабочего в Москве в то время. Но нужно учесть, что учителям предоставлялась бесплатная квартира при школе с отоплением. Дом же в то время можно было построить за 400-600 рублей. Учительская пенсия земского учителя составляла 100 рублей в год. Существовали правительственные и земские пенсионные кассы для учителей, куда можно было отчислять около 6% оклада, чтобы получать пенсию в размере до 50% от жалования. В целом достойная оплата труда и пенсия земского учителя привлекали в профессию все новые и новые кадры, и к 1910 году в ней было 160 тысяч учителей. А к началу Первой мировой войны 1914 года в России насчитывалось, по некоторым данным, уже 280 тысяч учителей. В то время считалось, что земские учителя получают за свою трудную работу мало. Немного поработав в профессии, учителя старались переквалифицироваться в другие специальности и уйти в город. При этом учителя средних школ зарабатывали в два раза больше, что считалось средним доходом. К тому же они имели чины разрядные и могли подрабатывать дополнительными уроками. Согласно советской историографии, в Царской России количество неграмотных к 1917 году составляло не менее 75%. В сталинскую эпоху, например, утверждалось, что население Российской империи на 79% было безграмотным, по данным переписи 1897 года, то есть не умело даже ни читать, ни писать. Этот факт подтверждается и современными исследователями, утверждающими о том, что перепись 1897 года показала. Что из 126 миллионов зарегистрированных при опросе мужчин и женщин грамотных среди них оказалось только 21,1%. Но если поднять архивные документы более поздних лет правления императорской династии, например, статистику за 1917 год, то количество безграмотных резко сократится. Бывший министр просвещения Игнатьев в 1916 году утверждал о 56% грамотных от всего населения России. Даже если истина находится где-то посредине, следует отметить, что царское правительство постоянно занималось совершенствованием системы образования в соответствии с требованиями того времени. Одна из самых распространенных претензий к царской России – это низкая грамотность среди населения и отсутствие социальных лифтов для низших сословий. Этот вывод не во всем соответствует действительности. Например, генерал Деникин был внуком крепостного крестьянина, генерал Алексеев – сын солдата, дослужившегося до майора, а генерал Корнилов происходил из небогатых казаков. В первой главе монографии историка Волкова «Интеллектуальный слой дореволюционной России» сообщалось. Первое. Численность лиц умственного труда в 1913 году была около 3 миллионов человек. Лиц с высшим образованием насчитывалось в 1913-1914 годах 112-136 тысяч человек. Число специалистов с высшим и средним специальным образованием в 1913 году определяется в 190 тысяч. По отдельным категориям сведения следующие. Второе. Ученые и преподаватели вузов, научных работников в трехстах научных организациях и обществах. Насчитывалось в 1914 году 10200 человек, по другим оценкам научных работников до революции было 11600 человек. Учебный персонал вузов на 1916 год – 6655 при 135 842 студентах. При этом в 1916 году в университетах учились около 39 тысяч, то есть после 1917 года могло быть гораздо более 12 тысяч ученых и научных работников. Третье. ИТР и инженеры. Всех ИТР, включая мастеров и их помощников. В 1913 году насчитывалось 46 502 человека, в том числе 7 880 инженеров с высшим образованием. Значительное число лиц с инженерным образованием состояло на государственной службе. В МПС в 1915 году таких насчитывалось 2800, горных инженеров в 1913 году было 1115, в том числе 180 в генеральских чинах. Таким образом, всего к 1917 году не менее 50 тысяч ИТР, включая инженеров. При этом в 1916 году в университетах учились около 39 тысяч и в технических вузах около 26 500 студентов, а всего, как указано выше, почти 136 тысяч студентов. Это был довольно значительный слой русской интеллигенции. Исследования ученых показывают, что в Царской России в 1896-1917 годах, благодаря реформам, происходил быстрый рост числа начальных и средних школ и учащихся, средних и высших учебных заведений и числа студентов, а также техников, инженеров, специалистов во всех отраслях растущей экономики. Эти процессы, лишь замедлившиеся в годы Первой мировой войны, значительно повысили общую грамотность населения, сократили число абсолютно безграмотных. Таким образом, российское образование и воспитание тех времен способствовало появлению ученых и писателей мирового уровня. Достаточно вспомнить Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Антона Чехова, Алексея Толстого, Максима Горького, Ивана Бунина, поэтов Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока и других представителей Серебряного века русской поэзии. И все же следует признать, что несмотря на все усилия императорских властей, земского движения и многих общественных деятелей в начале XX века, Россия по числу грамотных людей заметно отставала от ведущих европейских стран, где переход к всеобщему образованию начинается уже в XIX веке. В России до революции безграмотными оставалось около две трети населения. Особенно высок процент неграмотных был среди крестьян, женщин, национальных меньшинств. Эти и другие проблемы образования пришлось решать советской власти после Октябрьской революции.